В этом ролике опять бы хотелось поговорить на тему листинга монеты Хамстер Комбат. Буквально сразу, как после 15.00 по Москве залистился токен Хамстера и деньги официально можно было выводить, в доллары Хамстер Коин сначала стоил 1 цент, но тут же курс быстро полетел вниз и цена стала еще меньше 1 цента. И составила она 0.00065. И мои заработанные 500 рублей на Хамстере в день листинга официально превращаются в 300 рублей. Так уже еле хватает на бургер в Маке. Но все равно некоторые школьники стали праздновать вывод заработанных денег, хоть пока что и не попал еще в списки Форбс, но со следующего сезона, я думаю, точно попадут. Празднуем листинг за Хамстер Комбат, пацаны! О, все, вся наша прибыль, о, все, сколько у нас монеточек, пацаны, у нас до Капуляна. За криптовалюту! Что же стало спустя 2 дня краха Империи Хомяка? Никто не заработал из 250 миллионов игроков огромное состояние. Как поживает сам проект и что будет дальше? Парадоксально, но на Хомяка также продолжает подписываться много новых людей. И за прошедшие сутки в официальном ТГК Хамстере появилось 181 тысяча новых подписчиков. Поэтому страшное число в 500к отписавшихся скомпенсировалось притоком новой аудитории. И реальное число отписок составило где-то 300 тысяч. Потому с 60 миллионов подписчиков теперь за скамерским Хомяком следит только 59 лимонов. Но ведь, как мы знаем, у Хамстера есть и другие соцсети, а что с ними? Ютуб-канал по бритю Гоев через Хомяка теряет где-то 200 тысяч подписчиков за пару дней. 16 часов назад выходит новый ролик с празднованием листинга, а скорее фистинга, и оно уже успело собрать 3 миллиона просмотров. Но судя по статистике лайков и дизлайков, вероятно, там стоит почти что 200 тысяч дизлайков против 300 тысяч лайков. И чтобы как-то подтвердить данную теорию, насколько сейчас все Хомяка хейтят, пальцы вниз на Ютубе официально скрыты и о их числе можно только догадываться. Поэтому предлагаю зайти в комментарии под свежим роликом Хомяка. А там в топе сплошные комментарии с обвинениями в мошенничестве разработчиков, высмеиванием курса токена, который оказался невероятно низкий. Некоторые даже требуют заблокировать Ютуб-канал, а также в целом деятельность Хомяка. Разочарованные Гои, то есть пользователи недовольны, что потратили 4 месяца своей жизни и за эти долгие месяцы получить только 15 долларов. Как говорит один из комментаторов. Теперь же из-за гнева аудитории может действительно встать вопрос блокировки того же Ютуб-канала, к чему призывают некоторые игроки. Ведь по сути Хомяка это реально наглая афера про скрутки собственных соцсетей и как дело дошло выплачивать деньги, всех киданули. А учитывая, что эти 250 миллионов игроков в основном маленькие дети, создатели играют на публику самых незащищенных от скама, малолетках. Быть может гугл все это услышит и выпилит канал Хамстера Комбат. И я лишь который раз хочу повторить, что невозможно стать миллиардером просто тыкая по экранчику смартфона. И те многие, кто играет в этот лохотрон, вы серьезно задумайтесь над тем, что если бы так просто зарабатывались миллионы, зачем вашим родителям ходить каждый день на работу и тратить там много часов времени на заводе где-то, работая на дядю, если можно вот так легко поднимать миллионы себе в удовольствие, тыкая по экранчику смартфона. Реально богатыми становятся зачастую умные люди, которые поступают учиться в престижные институты, тот же Билл Гейт, создатель вашей любимой Винды или Стив Джобс, изобревший айфончики. Оба миллиардера закончили престижнейшие университеты Америки. И для того, чтобы вам стать успешными и богатыми, требуется закончить престижный вуз или колледж. И чтобы вот туда попасть, надо на отлично сдать ОГЭ и ЕГЭ, и лично мне с этим помогла Сотка. Это онлайн-школа, готовящая выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Если ты не успел посетить занятия, его можно посмотреть в записи. Пробники пишутся каждый месяц, что позволяет наблюдать за прогрессом знаний. Готовят по всем четырем предметам за низкую цену. Домашку проверяют за 20 минут. В период обучения у каждого ученика есть персональный менеджер, а также ежемесячные консультации с психологом. Экзамены не страшные, если готовятся в профессиональной школе. Тысячи учеников Сотки тому подтверждение. По моему промокоду скидка 8% на обучение, цены повышаются каждые две недели, так что лучше поспешить. А в 2025 году Сотка разыгрывает Ламборгини Хуракан среди своих учеников. И чем дольше вы учитесь Сотке, тем больше шансов выиграть. И что вот меня только удивляет за эти два дня после массового бритья хомяков, что те же ролики с Ютуба на канале Хамстера все так же продолжают смотреть малолетки. И там пока что идут достаточно большие просмотры. С другой стороны, все очевидно, потому что огромное число аудитории, и за секунды эти подписчики не испарятся. Если взять подписчиков из официальной телеги и сложить с Ютуб каналом, будет цифра близкая к 100 миллионам общей аудитории. И да, потеря интереса к проекту будет постепенная, и за такое время, грубо говоря, все не потеряют интерес к этой игре. У меня бабла дохуя, понимаешь? Я зарабатываю сейчас столько, блядь. Сука, понимаешь? Сейчас будет листинг хомячка, я его нахуй выведу и все, ебать. У меня там 500 миллионов тапов, блядь. На удивление, от этого меньше не становится. Многие до сих пор продолжают следить за проектом и отписок, как будто бы от соцсетей не так и много. Хотя кажется, ну всех наебал. И почему все же не забудут об этой игре? И о чем это может говорить? Да тупо огромное число людей не учатся на ошибках, даже столь очевидных. Я вот уверен, орды фанатов будут с октября месяца продолжать тапать эту хрень дальше и верить в миллионы долларов. Единственные по-прежнему, кто будут от этого зарабатывать, создатели. Они уже и так явно заработали миллиарды долларов с рекламы бирж, на которых произошел фистинг. И прибыль 20 миллионов в час. Я, блядь, столько бабла нахуй возьму, блядь. Я им его и шлюху, блядь, охуенность, не одевать. А со временем у них будет отличная возможность еще и продать ютуб канал с миллионами просмотров и подписчиков. Или же на остатках бритых хомяков, желающих, чтобы их брили дальше, разработчики будут зарабатывать снова с рекламы, продавая ее на платформе в будущих сезонах. Выжимая остатки прибыли на лохах из этой темы. По бритым хомякам пока не поздно, советую просто вывести заработанные токены и забрать от этого проекта хоть какие-то деньги. И далее забить нахрен, как про страшный сон на этот проект. А еще лучше положить под процент в кошельке Телеграм. Сейчас он дает возможность в течение трех дней на стейкинг ваших активов, хамстер. И прибыль составляет 300% годовых. Переводя на русский, у меня вот есть 603 токена. Положив их под процент, число увеличится за год до 1800 токенов. И быть может кто-то спросит, а зачем официальный кошелек Телеграм дальше ввязывается в этого скамерского хомяка. Да банально потому, что в хомяка тапает 250 лямов пользователей, которые сейчас сильно недовольны, и это может ударить по самому Телеграму. Предложив им возможность заработка на процентах, сейчас побегут перекупщики, они станут скупать валюту, а значит денег в токене будет больше, и его курс должен подняться в цене. И это как-то в теории должно скомпенсировать неприятные эмоции пользователей. Но все равно не надейтесь, миллионерами точно от этого проекта не станете в будущем. Новый биткоин здесь точно не получится, если знать реальную историю битка. Изначально эта валюта была у ограниченного круга людей, и появился в мире спрос на интернациональную валюту, благодаря которой каждый сможет обменять деньги из любой страны. Сама крипта взлетела в цене, и активно стали развиваться конкуренты. А когда у очередной криптовалюты 250 миллионов игроков, обладающих токенами, ценность валюты соответственно будет низка и вряд ли поднимется вверх, потому что спроса на нее соизмеримого нет. Кстати, в официальном телеграмме Hamster Combat с 26 сентября так и не появилось новых постов. Возможно, наплыв негатива их как-то смущает, и напоминанием о себе в телеграмме разработчики походу боятся побудить новую волну хейта в свою сторону. И очередными постами они просто увеличат число отписывающихся от их телеги. Видать, поэтому разрабы заняли выжидающую стратегию, когда эмоции пользователей снизятся, и они продолжат выпускать посты. У них есть уже отрицательный кейс комментарий с их ютуб канала, сплошняком забитый негативом. Я хотел бы подытожить мысль ролика так. Второй сезон Хомяка, стартующий в октябре месяце, будет, возможно, последний. Если игра перестанет приносить хорошие деньги и появится, скажем, желающий выкупить проект, может, Hamster Combat не будет существовать в таком виде, и, скажем, на ютуб канале официально будут сниматься обычные ролики. По сути, есть отличный старт для развития крупного канала, и, возможно, отличится инвестор, заинтересованный в проекте. Или же создадут другую таполку под новым именем, пытаясь повторить успех Хомяка. Но так как Hamster Combat провалился со своим листингом и лишился какого-либо авторитета, разумнее всего создавать игру под новым названием. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, киньте ролик другу.